О чём будут думать избиратели, опуская в Орну бюллетень на европейских выборах в июне? О будущем ЕС или, скорее, о внутренних проблемах своей страны? Так во Франции лидер ультраправого национального объединения Жордан Бардала считает грядущее голосование промежуточным и призывает покончить с тем, что он называет Европой Макрона. Почти 45 лет назад два исследователя назвали европейские выборы национальными выборами второго порядка. И это правда до сих пор. Голосование организуется на национальном уровне и проходит по национальным правилам, а кандидаты спорят друг с другом о национальных вопросах. Также в зависимости от страны отличаются метод голосования, день и минимальный возраст избирателей. Однако европеизация проблем все же существует. Сильнее всего она проявляется среди наиболее обеспеченных слоев населения, офисных работников и выпускников вузов. Внимание к действиям Брюсселя привлекли недавние кризисы, ковид и вторжение в Украину. На парламентских выборах в июне европейские вопросы могут отойти на второй план, так как внимание многих стран приковано к другим проблемам. В Финляндии, Словакии, Литве и Румынии прошли или пройдут президентские выборы, а в Португалии, Австрии, Бельгии и Хорватии выборы в законодательные органы. Тем не менее, европейские вопросы, такие как иммиграция, общая сельскохозяйственная политика или поддержка Украины важны и на национальном уровне. Часто они настолько переплетены, что их трудно разделить.